Министры иностранных дел стран ШОС выступили с заявлением по ситуации в Афганистане. 60 тысяч мусульман совершили главный хадж в своей жизни. В Джакарте волонтёры развозят бесплатную еду для больных коронавирусом. Фильм японского режиссёра и сценариста получил приз Каннского фестиваля. Китайские туристы едут в пустыню Кумток укрепить здоровье. Государство-участники ШОС готовы развивать сотрудничество с Афганистаном, прежде всего в борьбе с терроризмом и наркопреступностью, а также в сферах политики, экономики и гуманитарного взаимодействия. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Документ был подписан по итогам встречи контактной группы ШОС «Афганистан». Мероприятие состоялось в Душанбе в рамках широкомасштабного заседания Совета глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС. В своём заявлении руководители МИД выступили за развитие Афганистана как независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. В тексте отмечается, что достижение мира и стабильности в Афганистане является одним из главных факторов обеспечения безопасности в регионе ШОС. В Саудовской Аравии завершился ежегодный хадж – паломничество мусульман в Мекку и её окрестности. Уже второй год подряд оно проходит в условиях строгих ограничений из-за пандемии коронавируса. Если ранее со всего мира на хадж приезжало около 2,5 миллионов человек, то сейчас совершить паломничество было разрешено только 60 тысячам жителей Арабского королевства в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированным и не страдающим хроническими заболеваниями. «Из-за коронавируса число паломников сильно сократилось. Но благодаря Богу и организаторам я смог совершить этот хадж. Но в то же время коронавирус помешал миллионам людей разделить эту великую встречу с Богом. Поэтому одной из первых наших молитв было избавить человечество от пандемии». В этом году паломники, одетые в белые одежды, символизирующие состояние чистоты, должны были соблюдать социальную дистанцию и постоянно носить маски. Одно из главных ограничений – запрет на прикосновение к черному камню. Ритуал подразумевает семикратный обход Каабы – кубической постройки во внутреннем дворе заповедной мечети в Мекке. Во время него пилигримы стремятся поцеловать вмонтированный в святыню черный камень или хотя бы дотронуться до него. Но из-за пандемии уже второй год подряд вокруг Каабы выставлены ограждения. Власти Саудовской Аравии надеются, что соблюдение столь строгих антиковидных мер поможет избежать вспышки коронавируса, как и в прошлом году. Маленький зеленый фургончик каждый день развозит готовые обеды для тех, кто заболел коронавирусом и находится на самоизоляции. Таких немало. Больницы переполнены, и многие жители вынуждены лечиться дома. Водитель трехколесного грузовика – 26-летний Бадди. Он один из четырех добровольцев, которые три раза в день доставляют еду в 70 домов. «Мне действительно страшно. Я все время волнуюсь, так как у меня есть семья, и я возвращаюсь к ним домой после работы. Но за то время, что я помогаю людям, я влюбился в человечество, и это заставляет меня верить, что все будет хорошо». Обеды для больных коронавирусом готовят в столовой в Джакарте. Ее открыла благотворительная организация под названием «Кошелек для бедных». Кроме того, группе волонтеров помогают местные жители. Несколько домохозяек вызвались готовить рис, курицу и овощи. «Мы помогаем заболевшим коронавирусом соседям, потому что из-за плохого самочувствия они не могут готовить и никуда не могут пойти, чтобы поесть или купить продуктов». Сегодня в благотворительной организации планируют открыть еще две таких столовых в других частях города, чтобы больше людей смогли получить бесплатное питание. Японский режиссер и сценарист Рюсуке Хамагути получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале этого года. Картина под названием «Сядь за руль моей машины» основана на рассказе Харуки Мураками, в котором актер и режиссер после потери жены отправляется на своей машине на театральный фестиваль. Там из-за проблем со зрением он нанимает водителя, неразговорчивую девушку, с которой им все же удалось найти общий язык. За разговорами оба героя смогли переосмыслить свою жизнь. «Фильм длится почти три часа и представляет собой сложную историю. Если бы мы попытались сделать сценарий легким для понимания, я думаю, это был бы другой фильм. Я получил награду за сценарий, и я думаю, что во многом потому, что актеры исполнили свои роли феноменально. Поэтому прошу вас, поаплодируйте этим актерам и всей съемочной группе, которые сейчас находятся за океаном». Соавторами получившего высокую награду сценария стали также Такамаса Ое и Харуки Мураками. Песочная терапия в пустыне Кумтак на северо-западе Китая обретает все большую популярность среди туристов. Люди приезжают с семьями, чтобы искупаться в песке и тем самым укрепить здоровье. Считается, что псамотерапия, лечение песком, может помочь от множества болезней и практически не имеет противопоказаний. «Мы приезжаем сюда каждый год на 7-9 дней. Мы наслаждаемся песчаными ваннами уже более 10 лет, потому что здесь особый климат». Считается, что песочная терапия защищает организм от некоторых видов заболеваний благодаря сочетанию жары, сухого воздуха, солнечных лучей и минералов, которые содержатся в песке. В пустыне Кумтак он особенно богат магнетитом и кальцием. «Это очень полезно для здоровья. Я чувствую себя очень расслабленной после ванны». Расслабляющее действие псамотерапии замечают многие любители принять песочные ванны. Они говорят, что такой способ релаксации позволяет привести в порядок мысли и чувства.